Сейчас требуется знание того, что такое натуральный логарифм и умение, как говорится, работать с натуральным логарифмом. Минус t, минус t квадратно пополам, минус t в кубе на 3, минус t в 4 на 4, минус t в 5 на 5 и так далее, и так далее, и так далее. Здесь t любое число, которое по модулю меньше единицы. Натуральный логарифм 1 плюс t, это, соответственно, плюс t в кубе на 3, минус t в 4 на 4, плюс t в 5 на 5, ну и так далее, и так далее. Зачем мне эти формулы нужны? Чтобы написать, чему равен логарифм величины 1 плюс t разделить на 1 минус t. Теперь по свойству логарифма, это надо взять из логарифма 1 плюс t, вычесть логарифм 1 минус t. Теперь поехали рассказать главную идею. Значит, что такое n факториал? n факториал – это произведение числа 1, 2, 3, 4 и так далее на n. Что такое натуральный логарифм числа этих материалов? А это вот что такое. Логарифм 1 плюс логарифм 2 плюс и так далее плюс логарифм 1. Согласны? Теперь рисуем график. График натурального логарифма выглядит примерно вот так. Вот здесь у нас единица. Возрастает он очень медленно, но тем не менее, это как-то предоставящая функция. Там он стремится к минус бесконечности. И давайте нарисуем величины, которые нам нужны. Нам нужны следующие отрезки. Но натуральный логарифм 1 – это 0. Нам нужен вот этот отрезок, то есть логарифм двойки. Нам нужен логарифм тройки. И нам нужен логарифм 1. Согласны? Согласны. Как это изображается на картинке? А очень просто. Это на картинке изображается вот такими вот прямоугольниками. У нас есть вот такой вот график. А интересует нас площадь прямоугольника. Если бы нас интересовала только вот такая площадь, мы бы довольно легко ее нашли. Это интеграл от единицы до n натуральный логарифм x dx. Для тех, кто знает, что такое интеграл, надо сказать, что вот когда берешь функцию x логарифм x и ее дифференцируешь, то смотрите, что получается. Когда дифференцируешь x, это будет логарифм x. А когда дифференцируешь логарифм x составляешь, производная логарифма – это 1x. Соответственно, получается у вас логарифм x плюс 1. Отлично. А значит, если взять функцию x логарифм x минус x и ее продифференцировать, то вот эта единичка исчезнет и останется просто логарифм x. Значит, вот этот вот интеграл – это x логарифм x минус n плюс 1. То есть, площадь имеет вид n утратегралюфм x минус n плюс n. Если вы, соответственно, поинтересуетесь, сколько будет е в этой степени? Е в степени n логарифм n – это просто-напросто n в степени n. А что такое е в степени минус n? Но это единица в степени n. Так что вот эти вот, вот это вот n разделить на е в степени n возникает, что называется, прямо из площади. И проблема состоит в том, что здесь есть вот эти вот торчащие штучки. Согласны? Да. Да. Вопрос – как ее решать? Вот один из способов, вот тот самый, который был придуман в 1955 году, состоит в следующем – ввести новую последовательность. Последовательность такая. dn – это натуральный логарифм числа n материал минус n плюс 1 вторая логарифм n плюс n. Вопрос – откуда берется эта последовательность? Более-менее отсюда. Потому что, смотрите, мы вычли… Вот это вот n логарифм n вычли. По большому счету, мы вычли главное, что есть в этом самом факториале. И сейчас я хочу доказать, что последовательность d-шек стремится к некоторому числу. Как только я это докажу, на самом деле все станет совершенно замечательно. Вот представьте себе, если dn стремится к некоторому числу c, даже лучше. Представьте себе, что я доказал какую-то оценку. Типа, что dn больше, чем c минус epsilon, и меньше, чем c плюс d. Представьте себе, у меня пределы последовательности есть. Что это будет сразу означать? Это будет означать… Давайте я запишу, когда она больше. Что вем – это такое неравенство. c минус epsilon меньше, чем логарифм n в актериал, минус n плюс 1 вторая логарифма n плюс n. То есть, что логарифм n в актериал больше следующего числа. Что логарифм от числа n в актериал больше следующего числа. n плюс 1 вторая логарифм n, правда? минус n плюс c минус epsilon. Возводим е в эту степень. n фактериал больше, чем е в этой степени, чем n в степени n плюс 1 вторая. е в степени n плюс 1 вторая логарифм n – это n. Умножить на е в степени минус n умножить на е в степени c минус epsilon. А теперь смотрите, что это такое. Это n е в степени n, это n в степени n, это n в степени n, это n е в степени n. Умножить на корень из n и умножить на эту величину. Так вот, оказывается, и это потом будет отдельное рассуждение, е в степени c – это корень из двух пек. И вот мы получим оценку на е в степени n, и все будет хорошо. Так, пока ситуация понятна? Проект понятен? Да. А вот dn будет больше, чем c минус epsilon, но меньше, чем c плюс delta. Да, да, да. А это же не определение предела, оно же должно быть вместо n, это тоже е в степени. Ну, смотрите, я сейчас вообще не занимаюсь никакими определениями. Я сейчас занимался не математикой, а иллюстрированием того, что у меня будет, когда я буду богатой силой. Я сказал, что вот если бы я что-нибудь такое доказал бы, более того, я сейчас даже процент н, это не писал ничего. Я взял вот это неленецко, и я объяснил, как оно так более-менее похоже на формулу стима. Согласны? Вот. А вот теперь надо стараться стать большим сильным. Каким образом это делается? Как и странно, довольно легко. Ребята, надо просто взять и не полениться, написать разность между числами dn и dn плюс 1. Давайте просто-напросто это сделаем. Так, нужно это делать с абсолютной тщательностью. Значит, поехали. Что такое dn плюс 1 минус dn? Это, во-первых, отверстие dn плюс 1. Натуральный логарифм n плюс 1 фактериал. Вычесть из этого dn, это натуральный логарифм n фактериал. Между прочим, понятно, что получится. Вот эта вот разность, это натуральный логарифм n плюс 1, правда? Дальше надо писать минус n плюс 3 вторых натуральных логарифм n плюс 1. Хорошо. Плюс n плюс... Нет, давай так, минус. Минус n плюс 1 вторая натуральных логарифм n. Теперь еще плюс n плюс 1 и минус n. Это, разумеется, единица. Здесь возникнет немножко больше. Но на самом деле не очень, ребят, смотрите. Вот это вот натуральный логарифм n плюс 1, а здесь три вторых, это 1 плюс 1 вторая. И один раз он исчезает. Я могу вот это зачеркнуть, а здесь зачеркнуть и написать единицу. И теперь... Так, так, так. А, кстати, а здесь будет плюс. А здесь будет плюс, потому что мы вычитали dn. Здесь будет плюс. А теперь здесь n плюс 1 вторая, здесь n плюс 1 вторая. А здесь у меня единица. Поэтому я могу теперь написать так. Это есть единица минус 2n плюс 1 пополам, да? Это n плюс 1 вторая. Умножить на натуральный логарифм. Чего? n плюс 1 разделить на n. Отлично. Теперь почти время для того, чтобы пользоваться этими формулами. Казалось бы, я могу взять и написать это как 1 плюс 1 n и воспользоваться вот этой формулой для логарифм. Ответ нет. Потому что тогда вычисления будут достаточно длинные, там же надо не все сократиться. Детским это доказательство, а что, это не наука, это педагогика, детским это доказательство становится, когда вы сумеете дробь n плюс 1 разделить на n, расписать через 2n плюс 1. Делается это так. 2n плюс 2 разделить на 2n, правда? Правда. Делим числитель и знаменатель на 2n плюс 1. Получится 1 плюс 1 2n плюс 1. А здесь знаменатели. 1 минус 1 2n плюс 1. Ребята, до доказательства формулы, как и странно, осталось буквально чуть-чуть. Потому что я сейчас уже могу очень многое сделать. Я сейчас могу окончательно написать, что же такое разница между dn плюс 1 и dn. 1 минус 2n плюс 1 пополам умножить на натуральный логарифм числа 1 плюс 1 2n плюс 1 минус натуральный логарифм числа 1 минус 1 2n плюс 1. И получается, что надо в качестве d вот в эти формулы подставить 1 2n плюс 1. Что у нас тогда будет? И взять их разность. Вот по этим формулам это будет, смотрите, что такое. 2 умножить на... Она 2н плюс 1. Я должен вычесть здесь умножить на 2 и умножить на t. Согласны ли вы, что единица уничтожилась? Правда уничтожилась, ребята? Вот здесь было. 2t плюс 2t куб делить на 3 плюс 2t в 5 делить. Понятно, да? А здесь у меня 1 делить на 2. Все, единица уничтожилась. Что осталось по факту? Осталось, понятно, что. Осталось взятое со знаком минус. Двойка. И, кстати, двойка уничтожилась с этой двойкой. Дальше. 2n плюс 1 это 1 тт. Поэтому на самом деле осталось вот что. Единица разделить на 3. 2n плюс 1 в квадрате. Единица разделить на 5. 2n плюс 1 в шестой. И так далее, и так далее до бесконечности. Ура! Я теперь вот этот ряд для алгоритма могу стереть. Могу торжественно написать формулу. И, ребята, осталось буквально, буквально чуть-чуть так. То, что t равно это меня уже тоже не волнует. Я, можно переставлю. dn минус dn плюс 1. Это есть положительная величина. Причем она вычисляется так. Здесь 2n плюс 1 в квадрате. Здесь 2n плюс 1 в четвертый. Здесь 2n плюс 1 в шестой. Ну, и так далее, и так далее до бесконечности. Почему это здорово? А потому что это уже означает, что последовательность dn является убывающей последовательностью. Так, пока все понятно? Она является убывающей последовательностью. Но, если я сейчас вместо последовательности dn рассмотрю другую последовательность, то вдруг выяснится, что она является, наоборот, возрастающей. А именно, если взять последовательность dn минус 1 разделить на 12n. Она будет возрастающей. А если взять последовательность dn минус 1 делить на 12n плюс 1, то она тоже будет убывающей. А это потрясающая вещь. Потому что это маленькие числа. И у нас, соответственно, получается, что вот эта последовательность, она, что называется, поднимается к некоторому числу снизу. А вот эта последовательность, она спускается к нему сверху. Значит, есть такое замечательное число c, которое удовлетворяет неравенству. Что это вот так, да? А это вот так. Сейчас, сейчас, сейчас. Это есть у меня dn минус 1 делить на 12n. Другими словами, dn, вот из этого неравенства, меньше, чем c плюс 1 делить на 12n. И наоборот, dn больше, чем c плюс 1 делить на 12n. плюс 1. Так, теперь вопрос, как, собственно говоря, доказывать вот это. Алтубер, что надо написать? Два факта. Последовательность dn минус 1 делить на 12n возрастает, а последовательность dn минус 1 делить на 12n плюс 1 убывает. dn минус 1 делить на 12n меньше, чем dn плюс 1, минус 1 делить на 12n плюс 1. А здесь наоборот больше. единица разделить на 12n минус 1 делить на 12n плюс 1, да? И наоборот, что dn минус dn плюс 1 больше, чем вот такая разность. минус 1 разделить на 12n плюс 1 плюс 1. Вот, господа, смотрите, что на самом деле надо сделать. Надо оценить вот эту сумму. Кстати, вот эту разность взять это одно удовольствие, правда? Когда здесь вычитаешь, то это получается единица разделить на 12n и здесь еще n плюс 1, правда? Вот, здесь немножко хуже. Здесь это будет 12 разделить на 12n плюс 1 и 12n плюс 13. Надо доказать, что такой вот бесконечный ряд меньше этого. Сможете? И наоборот больше, чтобы доказать, что вот эта сумма больше, достаточно пишите. Единица разделить на 3, сколько? 2n плюс 1 в квадрате. Да, больше, чем вот прямо то выражение. 12n плюс 1, 12n плюс 13. 12n плюс 1 умножить на 12n плюс 13 должно быть больше, чем 36. Понятно, да? Сколько? Работаем. 12n на 3 на 12, 36. Да, ну а теперь скобки. Да. 144n квадрат плюс... 12n плюс 12n на 12, то есть 14 по 12. Да, а это сколько? Это у нас 120 плюс 48. Это 144 плюс 24. Это 168. 168n плюс 12. Больше, чем что? 168. 144. 144. Да. 144. Совершенно верно. 144. А это правда, даже если n равно 1. Согласны? n правильничный. Спасибо вам большое. Половину задачи мы сделаем. 158. Так, кто теперь объяснит, почему dn минус dn плюс 1, наоборот, меньше? Сейчас задача несложная. Смотрите, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста, как вообще выглядит эта сумма. 158. 158. Хорошие. 148. 158. 158. 148. 158. Надо оценить это просто, смотрите, сказать, что давайте мы уберем здесь знак равенства, напишем знак меньше, а здесь везде напишем тройки. Понятная идея? От этого, конечно, станет, ну, да? Вот, пишем, дн минус дн плюс первое меньше, чем 1 треть, от чего 1 треть? Ну, давайте я отпишу, единица делить на 2н плюс 1 в квадрате, это первое число, а теперь здесь единица плюс единица делить на 2н плюс 1 в квадрате, единица делить на 2н плюс 1 в четвертой, да, в шестой, в восьмой и так далее до бесконечности. Как это называется? Бесконечно бывающее электрическое прогрессие. Чему равна ее сумма? Вспоминаю. 1 плюс q плюс q квадрат плюс и так далее, когда q меньше единицы. Это есть 1 делить на 1 минус q, согласны? q это в данном случае, единица делить на 2н плюс 1 в квадрате. Значит, вот эта сумма очень просто считается. Это единица разделить на 3, 2н плюс 1 в квадрате, это все понятно. Дальше, смотрите, единица делить на 1 минус 1 делить на 2н плюс 1 в квадрате. Кстати, это все не так страшно, потому что как раз у нас вот это и это хорошо перемножаются. Получается, единица разделить на 3. Дальше смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас здесь в числителе единица, а в знаменателе 4n квадрат плюс 4n. Согласны? Когда твои написали 2 в квадрат, вычитаем. Значит, все совсем просто. Если вы хотите доказать, что меньше неравенства выполнено, то на самом деле вы можете доказать про это число. Если вы доказали, то уже все будет хорошо. Пишем. Единица разделить на 3 на 4 на n и на n плюс 1 должна быть... Не то, что должна быть. Хорошо бы, если бы она была меньше, чем единица разделить на 12n и на n плюс 1. А это, между прочим, ребята, а это неправда. Потому что на самом деле это просто равно. Но это не страшно, потому что у нас тут было меньше, а то, что равно, совершенно не страшно. Все? Доказал? Доказал.